Клауд гейминг или игры по запросам эта технология насчитывает уже второй десяток лет. В 2000 году известная компания J-Cluster показала принципиальную возможность организовать процесс игры с помощью сервера и Wi-Fi и ручных устройств. С тех пор появилось большое количество компаний на этом рынке, есть они в России. У нас в гостях сегодня сооснователь первого российского проекта в области игр по запросу, сооснователь проекта PlayKey Вадим Андреев. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, прежде чем мы поговорим о технологии, о ваших успехах, успехах компании playkey.net, несколько слов о вас, как вы пришли в эту индустрию, очень интересно узнать. Ну, еще раз, меня зовут Вадим, я являюсь основателем компании PlayKey. И наша команда уже более десяти лет на этом рынке. Мы начинали с работы в телеком-операторе, в одном из крупнейших российских телеком-операторов. Далее организовали свою компанию, называется она, называется она NASA и занимается разработкой развлекательных сервисов, продуктов для телеком-операторов. Наши клиенты, крупнейшие, это R-telecom, это R-telecom с проектом The Bower.ru. Не так давно мы запустили цифровой магазин M-Digital для компании M-Video. Ну и, собственно, сейчас уже развиваем проект PlayKey, который, до которого уже доросли, и который считаем, что способен заменить весь мир. Я правильно понимаю, влечь идет о том, что игру мы запускаем не у себя, на устройстве, компьютере, мобильном телефоне, либо приставке, а игра находится на сервере? Я правильно понимаю, да? Все верно, да. Суть Cloud Gaming заключается в том, что не нужно скачивать к себе игру, не нужно апгрейдить постоянно компьютер, не нужно покупать консоль. Достаточно просто иметь выход в интернет. Если у вас есть выход в интернет, вы уже можете запускать игру. Причем любую. Фактически игра запускается на нашем сервере, клиент получает только видеопоток. PlayKey.net. Итак, как возник проект? Какова была идея? Когда мы открыли компанию Anaza, как я сказал, мы очень быстро начали развиваться и захватили порядка 30 крупнейших телеком-операторов страны, в том числе Ростелеком, в том числе РТелеком, это два крупнейших. Также начали развивать игровое направление и стали, наверное, одним из крупнейших цифровых дистрибьюторов игр в России. Постепенно развиваясь, мы поняли, что мы со своей долей рынка будем иметь 2-3%, но это не то, чего мы хотим, это не наши мечты, не то, о чем мы мечтали. Так мы поняли, что нам нужно делать что-то уникальное. То, куда придет пользователь, то, что будет пользователю интересно, то, что будет пользователю экономить время, экономить деньги, экономить свои силы и то, где он будет получать максимум эмоций, и удовольствие. Так возникла идея проекта PlayKey. Сейчас любой пользователь может прийти к нам на сайт, он может оформить там подписку всего за 199 рублей. Это 50-процентная скидка стандартной цены. И уже играть любую игру из каталога. Достаточно только выхода в интернет. Сейчас мы позволяем играть с PC, мы позволяем играть с Mac'ов в различные игры, даже в те игры, которые никогда не были доступны для Mac'а. И в этом году планируем запустить трех крупнейших операторов России, в том числе это будет Air Telecom. Сейчас играть можно на компьютере, и можно играть на Mac'е. В течение этого года мы сделаем возможность играть через IPTV-приставку Telecom-оператора, и сделаем возможность играть через Smart TV-телевизор. И если я правильно понял, вы упомянули про подписку, это бизнес-модель, да? Да, у нас бизнес-модель сейчас подписка. Стоит она 399 рублей в месяц. Сейчас на момент запуска у нас 50% скидка для всех наших пользователей. За эти деньги можно играть в любые игры, в любое время, с любого устройства. Всего 399 рублей в месяц. Причем не нужно покупать компьютер, апгрейдить его постоянно не нужно. Не нужно покупать консоль, которая стоит 700 долларов. Сейчас курс доллара повысился, поэтому довольно проблематично будет покупать и апгрейдить до новой консоли. Вот, то есть все очень просто. Достаточно зайти на сайт и уже начать играть. Как финансирование проекта осуществляется, осуществлялось? На ранней стадии в нас сложились частные инвесторы. Сейчас у нас уже есть готовый продукт. Мы уже зарабатываем деньги в России. И в принципе, то есть мы можем так и жить, дальше развиваться в России. Но планы у нас грандиозные, планы у нас глобальные. И на России мы не хотим ни в коем случае ограничиваться. Тем более сейчас, когда экономическая ситуация как раз позволяет нам идти на другие страны, мы ищем инвестиции. Да, мы ищем инвестиции для запусков, для выхода на международные рынки. И для того, чтобы все это осуществить, нам нужны инвестиции. Мы своими силами готовы на России работать. Нам нужно развиваться дальше. Вадим, если не секрет, несколько цифр о вашем проекте, что называется сухим языком статистики. Не знаю, какова команда, какова посещаемость, количество клиентов. Значит, 23 декабря мы запустились в коммерцию. Поэтому клиентов, платящих пока еще не так много. Но если говорить о сообществе, которое мы уже сформировали вокруг себя, то у нас порядка 6 тысяч постоянно играющих пользователей и порядка 30 тысяч наших клиентов, которых мы уже накопили. Это были наши бета-тестеры, в основном, которых мы привлекали, которые пользовались, играли, давали нам свою обратную связь, помогали нам развивать этот проект. Мы их очень ценим. И, действительно, наши основные бета-тестеры будут получать различные плюшки от нас. Всегда и постоянно. Команда довольно большая. У нас порядка 70 человек в команде. Это и разработчики, и техподдержка. Сервера сколько у вас? Сейчас сервера находятся в трех городах по стране. Это Москва, это Уфа и это Пермь. Что это дает? Это дает покрыть хорошим качеством сигнала почти всю центральную Россию. В течение этого года мы разместим сервера еще в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге и Воронеже. Это даст покрыть 80% всей нашей страны. Кроме того, сейчас есть пара серверов в Лос-Анджелесе и в Амстердаме. Они у нас используются в основном для демонстрации проекта разным нашим западным партнерам. Вадим, можем мы порассуждать на тему сравнения? Есть ли в России аналогичные проекты? Сравнить вас с западными? В России аналогичных проектов пока нет. Если говорить о западе, то конкуренты есть на западе, но они часто локализованы. К примеру, наверное, наиболее известные это были онлайфы Гайкай. Г-кластер работает больше в B2B сегменте, они работают с операторами. Отлично. Вадим, какая сейчас самая актуальная задача для вас? Для нас сейчас самая актуальная задача набрать абонентскую базу. Мы, в принципе, сделали готовый продукт. У нас уже есть пользователи, мы знаем, что делать, и мы знаем, куда идти. С технической точки зрения мы готовы к завоеванию и к охвату всех пользователей. Очень скоро начнем привлекать пользователей, и очень скоро начнем зарабатывать большие деньги уже на России. Сейчас, если говорить о нашем развитии, то это оператор RTL.com, в первую очередь, который мы запускаем уже в феврале-март этого года. Еще пара операторов, пару крупнейших операторов в России, пока я не буду их обозначать. Это собственная консоль, которая будет стоить порядка 3000 рублей. Это смарт-тв, и это зарубежные операторы. Вот наши основные задачи на текущий момент. Как интересно, то есть вы консоль будете свою делать? Да, мы будем делать свою консоль. Какие усилия потребовало от вас? Технология такая, что нам разработать консоль не составит большого труда. То есть у нас уже есть прототип, мы уже тестируем его в офисе, уже нескольким нашим партнерам отправили, чтобы они тоже поигрались, потестировали. То есть это было несложно? Для нас это несложно, да. То есть мы уже знаем, как с этим работать. Мы работаем с приставками не первый год, и мы работаем с приставками крупных операторов, и мы знаем, как эти приставки устроены, знаем, что нужно делать, знаем, что с ними нужно делать. Поэтому это не так сложно. Если не секрет, играете ли вы в игры сами? Есть ли у вас любимые игры? Да, я играю, я часто играю именно в свой сервис. У нас в проекте есть игры, такие как World of Tanks, War Thunder, наверное, самые известные сейчас мировые бренды. Я играю через свой сервис. У меня Mac, и для Mac, к сожалению, очень мало игр, поэтому для меня спасение наш сервис, и я могу играть в World of Tanks с Mac. Играю, тестирую, смотрю, что можно улучшить, что лучше еще сделать. Как нужно с пользователями лучше общаться, что нужно нового внести. Играю постоянно, и на работе, и дома. То есть без этого никак. Интересно, а вы все-таки проводите, наверное, исследование своих целевой аудиторий? Кто ваш пользователь? В первую очередь наша целевая аудитория — это те пользователи, кто не хочет апгрейдить свой компьютер, кто не хочет покупать свою консоль. В России всего 4% пользователей покупают консоль, дорогущую. Для строения в Европе это показатель выше 50%. У нас всего 4 пользователя. И это происходит не потому, что они не хотят. Это происходит потому, что слишком высокий порог входа для игры, на диване, в удобном положении, чтобы получать эти эмоции. Мы эту возможность даем. Мы даем возможность играть с любого устройства. Мы даем возможность играть в кресле, расслабившись, взять кружку чая и так далее. Кроме того, с запуском Smart TV и приставок наши пользователи, наша аудитория еще сильнее расширяется. Мы захватим тех пользователей, которые хотели бы проводить время за качественными играми перед телевизором, но которые в принципе не готовы тратить деньги на такие ресурсы. Если мы интегрируемся в Smart TV, если мы интегрируемся к оператору, операторы прям жажут этого сервиса, то мы дадим пользователям эту возможность. Им не нужно покупать дорогие приставки, дорогие консоли. Достаточно пару раз в месяц сесть и поиграть. В любую понравившуюся игру. Но все-таки кто это люди, кто играет? Это мужчины, женщины? Кто чаще? Кто ваш потенциальный клиент? Нельзя так сказать мужчины, женщины. На самом деле, по некоторым статистикам, у нас 55% игроков это женщины. Поэтому наш каталог, он и для женщин, и для мужчин. Женщины любят играть больше в казуальные игры, там что-то простенькое. Для них у нас есть каталог, да, и они могут так же запустить приставку и так же играть. Еще раз, в первую очередь, это сервис для тех людей, кто хочет экономить свое время и хочет экономить свои деньги. Это могут быть и женщины, это могут быть и мужчины. Вадим, спасибо огромное, очень интересная тема. У вас замечательный проект, вы прикладываете усилия, он растет, развивается. Остается пожелать, чтобы действительно эта сфера оказалась востребованной. Спасибо, что уделили нам внимание, время. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был сооснователь проекта playki.net Вадим Андреев. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова